Семьи воинов АТО, военнослужащие и рабочие штабов. На проспекте Гагарина, 19, все они рискуют остаться на улице. Постепенно здесь уже отключили газ, а в соседних зданиях и электричество. По словам людей, их семьи мешают возведению одного из корпусов жилого комплекса «Четыре сезона». Получается, что мы, прослужив 22,5 года, муж прослужил и уже 18-19 год, как мы не служим. При увольнении ничего ему не предоставили. И теперь отключают сегодня-завтра свет. И полностью нас обесточит, а у нас тут отопления тоже нет и не собираются, поскольку идет стройка. Квартиры, в которых живут семьи военнослужащих, носят статус промышленных зданий. Несмотря на то, что большинство семей проживает здесь уже более 15 лет, коммуналку платят, соответственно, по промышленным тарифам. Люди уверены, это еще один способ выжить их семьи из здания, которое приглянулось инвесторам. Кому? На каких основаниях? Непонятно. Что на сегодняшний момент, вообще не знаю, как оно будет обстоять. Дела с вот этими, мы не платим. Ну, потому что я считаю, что как-то это все несправедливо. Как бы должно быть, наоборот, меньше. Ну, военнослужащие все-таки тут живут. В семье Ирины Данильченко в свое время и подумать не могли о том, что их бросят под удар якобы свои же. Владея собственной квартирой под Днепром, семья Данильченко ее продала. Люди стали на очередь для получения жилья в Одессе. Справка о том, что мы сдали свою жилплощадь, двухкомнатную замечательную квартиру в воинской части под Днепропетровском. То есть мы могли бы ее не сдавать, но так как мы понимали, что есть люди, которые там, которые служат там, поскольку мы сюда приехали. Им нужно где-то жить. То есть мы вообще, по большому счету, могли до сегодняшнего дня ее сдавать. По соседству с Гагарина, 19, есть еще одно здание, комнаты в котором также выдавали военнослужащим. Только жить здесь стало невозможно. Почти над головой работают строительные краны, а здание отключили от всех коммуникаций – газа, электричества и воды. Ночевать приходится, где попало, вам честно скажу, потому что сейчас пойдете, посмотрите, краны над головой ходят. Я просто боюсь. Здесь по соседству с Александрой Богдановой выехали практически все. Неудивительно, ведь в квартире холодно, даже в пальто. Остаются лишь те, кому уезжать просто некуда. На нашу державу украинскую работаю и буду работать 10 лет уже после пенсии. И буду работать, потому что я для людей, как говорится, тут подставлен. У меня более 3,5 тысяч офицеров и их семей, которых я обслуживаю, как паспортист. Вот справки им нужно выписать, объяснить документы, какие. На работу я не жалуюсь. Я буду работать и работала, как говорится. Но я бы хотела, чтобы, как говорится, на меня тоже какое-то внимание брать. Меня просто кинули, смотрите, в каких я условиях живу. Людям предлагали купить квартиры на улице Боровского. С оформлением документов сделка обошлась бы в 14,5 тысяч долларов. Сумма подъемная не для каждого. Также неудобным семьям, которые уезжать отказались, предложили временное жилье. Но люди уверены, это очередная афера. Приходил юрист до Будовы, предлагал нам временное жилье. Но вы понимаете, чем это чревато? Мы сейчас съедем на временное жилье, тут сносится, и все, у нас никаких прав, ничего нет. Это временное жилье сразу же заканчивается в тот момент, когда сносится этот дом. Требования семей разные. Некоторые просят оставить им прежнее жилье. Есть и другие, и они требуют квартиры в новых домах, потому что считают, новый комплекс здесь все равно вырастет. Тут строится 4 корпуса 24-этажных дома. Я думаю, предостаточно для того, чтобы расселить всех нуждающих, я бы так сказала. Мы именно относимся к тем, что там положено по закону, не важно, кто даст, город, министерство обороны или Будова. Муж служит в АТО, защищает родину. С юридической точки зрения люди считают, что живут в квартирах законно. В период заселения им подписывали разрешение представители разных военных чинов. Теперь мне говорят, что мы здесь незаконно живем. Мы живем законно. Генерал-лейтенант на то время, Максименко, нам и соседям нашим выдал такую бумагу, которая разрешает нам здесь жить. И мало того, мы должны быть оформлено на наше жилье, ну, наша жилплощадь под жилье. Но затеяли эту аферу совсем не в этом году. Клубок фактов, по нашим данным, ведет в далекий 2004-й. Еще тогда на уровне государства застройку этих территорий одобрили. Более того, недавний ответ СБУ гласит, что о нарушениях при заключении договора известно. Сейчас ведется досудебное расследование. Схемой заинтересовались и детективы НАБУ. Тем временем, кирпич за кирпичом здесь уже растут многоэтажки. А вместе с ними и безвыходность ситуации для простых военнослужащих.